Коротко напомню непростую историю жизни Алексея. Семь лет назад он попал в аварию. Получил компрессионный перелом позвоночника. После операции больше не смог ходить. От пупка и до кончиков пальцев ног он ничего не чувствует. И сейчас передвигается в инвалидной коляске. Несмотря на тяжесть своего положения, Алексей не отчаялся. Встретил любимую женщину. Открыл в себе талант к резьбе по дереву. У нашего героя золотые руки. Он пытался зарабатывать изготовлением деревянных игрушек. Старается вести активный образ жизни. Участвует в различных конкурсах и соревнованиях. Обучился водить машину и ездит с супругой в путешествия. Ему не пришлось бы просить о помощи. Но в последний год состояние Алексея ухудшилось. У него постоянные температура, слабость, скачки давления. Теперь большую часть времени он лежит. Все дело в прогрессирующем остеомиелите. У него воспаленно гниет тазобедренный сустав. Плюс ко всему обширные пролежни, несмотря на полноценный уход. В больницах нашего региона, а также в клиниках Бурденко и Вишневского в Москве, Алексею не смогли помочь и провести необходимые лечения. Но после того, как в эфир вышел репортаж про нашего героя, откликнулись те, кто помог выйти на столичного хирурга. Леваль Пулат работает в 13-й больнице Москвы. И после изучения истории болезни Макарова, согласился взять его на полное лечение. Подобрать правильный подход для остановки процессов гниения и отмирания тканей, пролечить пролежни и в последующем прооперировать сустав. К сожалению, нет квот на лечение в этой больнице, поэтому семья открывает сбор средств. Лечение предстоит длительное, но начать его нужно как можно быстрее. Предварительная сумма, которая потребуется, не менее 2 миллионов рублей. Мы просим всех неравнодушных откликнуться и сделать Алексею такой подарок на Новый год, чтобы в 2022-м он смог почувствовать себя лучше. Наталья Сергеева, телекомпания «Барс». Продолжение следует...